Президент США Джо Байден назвал трагические события 1915 года геноцидом армян Османской империи. Но этот нарратив полностью опровергается документами и событиями конца той эпохи. В чем причина враждебного шага со стороны США и администрации нынешнего президента? Видео, на котором Байден обсуждает внутреннюю политику Турции, стало известно во время его избирательной кампании в прошлом году. Заметить неприязнь было несложно, как и планы Байдена по разжиганию внутренних разногласий, использованию фактора курдского меньшинства и подрыву суверенитета Турции, хотя и не путем переворота. Большое спасибо за этот комментарий о перевороте, Джо. Это действительно дорогого стоит. Это больше, чем просто ковбойские лозунги. Недавнее выступление по Армении является первым в своем роде. Оно стало шоком для непростых отношений между двумя союзниками по НАТО. Во многом это результат деятельности армянских групп влияния в США, лоббистов, в Палате представителей, Сенате и в администрации Байдена Харрис. Армянский национальный комитет Америки, Армянская ассамблея Америки и Организация в защиту христиан – все они оказывают давление на политиков, особенно на западном побережье, и добиваются признания геноцида армян. Обычно их усилия не имели успеха. Власти США отказывались портить отношения с Турцией. Но на этот раз использовались дополнительные рычаги влияния, особенно когда речь идет о вице-президенте Камале Харрис. Вот ее фото из Армянского национального комитета Америки в период начала ее избирательной кампании в Сенат США. Во время этой встречи политик обозначила свою поддержку тому, что она назвала надлежащим признанием геноцида армян. Причина в том, что армянские избиратели играли важную роль на выборах, которые Харрис хотела выиграть. И вы понимаете, как это происходит в политике. Ты мне, я тебе. При этом Анка обвиняется в США в нарушениях правового статуса благотворительной организации и деятельности по заказу правительства Армении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова